Тем временем карагандинцы не хотят идти в армию. С каждым годом юношей, уклоняющихся от воинской службы, меньше не становится. Между тем, злостным уклонистам грозит суровое наказание, говорят в военкомате. Штраф до тысячи месячных расчетных показателей или до пяти лет лишения свободы. Весенний призыв в Казахстане набирает обороты, однако в военкомате бьют тревогу. Число уклонистов от воинской службы растет. Не хотят служить юношей по разным причинам. Кто-то боится потерять работу, кто-то скрывается от представителей военкомата из-за собственной недисциплинированности. Таким, к тому же, потакают родители, которые в том числе препятствуют работе призывной комиссии. Родители заявляют о том, что сын в командировке или же дома его нет. Получите, пожалуйста, повестку, передайте своему сыну, что он завтра должен явиться в отдел обороны. Они не являются. Мать отказывается, он взрослый, он сам должен получить. И таким образом родители пытаются, чтобы не получить эту повестку. Потому что здесь сразу кто получает, это несет ответственность. Но есть и те, для кого отдать долг родине – мечта всей жизни. Вячеслав Калинкин без пяти минут солдат. Сегодня юноша услышал заветные слова – годин. И уже на днях отправится служить в десантные войска. Годин к службе в любых родах войск. Хочу служить. С детства есть такая мечта – служить именно в десантных войсках. Вот, думаю, осуществится, думаю, возьму. Семья, друзья все поддерживают, все хотят. Друзья сами тоже хотят сюда попасть, именно в эти войска. Служить хотят. Так, что все поддерживают. Кто не хочет, хочу пожелать, чтобы захотели. Потому что служить надо. Долг родине отдать нужно. По-любому. Тем более, кто выходит, говорят, что хорошо, все становится мужиками. Тем, кто от воинской службы уклоняется, грозит административная и даже уголовная ответственность. Штраф от 200 до 1000 месячных расчетных показателей или от 2 до 5 лет ограничения свободы. К слову, в этом году будут заведены уголовные дела на пятерых злостных уклонистов. Родители, уважаемые родители, прошу вас, наши сотрудники, которые оповещают, приходят, принимать и оповещать своих сыновей для службы вооруженных сил Республики Казахстан. Я прошу вас приходить, не бояться армии, службы вооруженных сил является почетным делом каждого мужчины, каждого гражданина. Ирина Камышо, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.